Всем привет! Меня зовут Ирина Горбунова, я стилист и миджмейкер, и сегодня я хочу с вами поговорить о стереотипах. Дело в том, что я очень много работаю с клиентами, очень часто меня студенты спрашивают о тех или иных моментах, и я понимаю, что все это сидит в головах, и все это ваши стереотипы, некие мифы, о которых вы где-то когда-то услышали, они могут быть надуманными, вы их придумываете, я даже так вам скажу, поэтому есть идея рассказать о некоторых стереотипах, которые зачастую сидят в ваших головах, и с чего бы мне хотелось начать, это с нашумевшего списка базового гардероба, все вы очень часто об этом читаете, очень много об этом информации в интернете, я скажу вам так, он есть, но для каждой женщины он свой, поэтому нельзя сказать, что маленькое черное платье-футляр или какое-то маленькое короткое черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины, на самом деле это не так, хотите покупайте белое, хотите покупайте красное, зеленое, черное, какое угодно, вы главное должны помнить, чтобы список вашего базового гардероба был адаптирован именно под вас, следующий стереотип или даже миф, о котором мне бы хотелось поговорить, это быть стильной, значит иметь много денег или иметь большой раздутый гардероб, это совершенно не так, потому что ваша задача сделать ваш гардероб более рациональным, а не покупать много вещей, раздувать его, потом думать, что с чем сочетать, что с чем носить, на самом деле нужно подумать и более хладнокровно подойти к пониманию своего гардероба, посмотреть, что там есть, разобрать его, убрать лишнее и создать некие капсулы, которые дадут вам возможность скомплектовать одежду и каждый раз одну и ту же одежду представлять по-разному, более того, деньги это не самое главное для того, чтобы быть стильной, очень важно помнить, на что вы их должны тратить, но в моем понимании, то, как я учу своих студентов, поступать нужно таким образом, вы тратите основную сумму денег на верхнюю одежду, потому что вы чаще в ней появляетесь, да, на какие-то аксессуары, на сумки и на обувь, вот это должно быть действительно хорошего качества, все остальное вы можете покупать не очень дорогое, более того, вы зачастую покупаете вещи из трендовых моментов, из трендов, из каких-то модных тенденций и тратить на эти вещи слишком большую сумму тоже не стоит. Следующий миф, о котором бы я хотела поговорить, это сочетать одежду только в одном цвете, например, да, или сочетать одежду в двух цветах, в трех цветах и не более, это тоже странно, потому что есть некие понятия, как создать тотал лук из одного цвета, да, например, есть такое понятие, как тотал black, тотал white, это когда вы одеваетесь изначально в одном цвете, это имеет место быть, да, действительно это элегантно, но вы должны помнить, что и два, и три цвета, и четыре, и пять вы тоже можете совмещать вместе, главное, чтобы весь ваш комплект был очень гармоничный, был интересный, потому что зачастую меня спрашивают, вот три цвета, четыре цвета идет попугай, на самом деле нет, есть некие моменты соприкосновения цветов, которые вы можете использовать в общем комплекте для создания гармоничного образа. Следующий миф и самый, пожалуй, нашумевший, это сумка и обувь одного цвета, сумка и обувь разного цвета. Я вам так скажу, на самом деле это уже совершенно не важно, все зависит от того, какой образ изначально вы хотите создавать. Вы можете взять сумку и обувь одного цвета, если преследуете, например, создание общего комплекта в одной цветовой палитре, вы можете взять сумку и обувь разного цвета для того, чтобы расставить красивые акценты, например, бежевая обувь и ярко-красная сумка. Но если вы хотите, например, создать лаконичный комплект и взять сумку и обувь одного цвета, то старайтесь выбирать разные фактуры, например, лаковая обувь, матовая сумка, замшевая сумка, кожаная обувь, но в одном цвете. Так вы будете более интересными, и ваш комплект будет не скучным, потому что если вы возьмете лаковую сумку, лаковая обувь, это будет как-то совсем нарочито. Еще один очень важный стереотип, и это сидит в ваших головах, это подбор одежды по цветотипу. Пожалуйста. Конечно, эта теория, да, она имеет место быть, все стилисты разделились практически на два лагеря, кто-то говорит, цветотипы необходимы, их надо учитывать, кто-то говорит, нет, цветотипы не надо учитывать. И мода не может быть кардинально разделена на да и нет, всегда есть какие-то исключения. Так вот, как раз-таки цветотипы – это исключения. Вы должны подбирать одежду, максимально подходящую вам, которая ближе всего к лицу и не более. На самом деле, кардинально неподходящих цветов у каждого человека, максимум, если пять наберется, и то хорошо. Поэтому отметайте эту проблему, я бы даже сказала, не упирайтесь в эти круги, не подбирайте себе цвета по ним, это выглядит странно, потому что нанесение того или иного цвета на разную фактуру ткани дает совершенно разный эффект, и вы можете смело экспериментировать. Самое важное – прикладывать к себе изделие в том или ином свете и смотреть, насколько максимально оно к вам подходит. Ну, конечно, это нужно попрактиковаться. Дальше самое, наверное, для меня любопытное, почему все женщины задают мне один и тот же вопрос. Когда мы говорим о женственности, они приходят и говорят мне, вот, сделайте, пожалуйста, мне женственный образ. И сразу делают по марку. Ни в коем случае каблуки, я не буду носить каблуки. И почему у всех одна и та же в голове модель? Если ты женственная, ты должна быть на каблуках. На самом деле это не так, это стереотип, это даже звучит бредово, потому что вы можете быть прекрасно женственной в кроссовках, в зависимости от того, как вы обыграете этот образ. Если вы наденете какое-нибудь шелковое, легкое, струящееся платье, нежного оттенка, с белыми кедами или кроссовками, сделайте красивые локоны, подкрасите свое лицо, будет оно более натуральным, да, в натуральных цветах подкрасите свое лицо, вы будете очень выглядеть женственно. Поэтому отбросьте этот стереотип и экспериментируйте. Тут очень важно давать себе волю, да, выходить из зоны комфорта и что-то для себя новое применять. Это даже применимо к любому цвету, который вы для себя выбираете. Очень часто слышу, вот мне не идет красный. На такой вопрос я всегда отвечу, а какой красный вы для себя выбирали, да, какой оттенок красного вы мерили или какой оттенок зеленого, синего и так далее. Так вот, нет таких моментов в цвете, нужно выбрать свой оттенок правильный, да, либо фасоны. Мне говорят, вот мне не идет такой фасон платья, да, может быть вы мерили его не в том цвете, потому что цвет тоже дает свое преломление. Так вот, отбрасывая вот такие стереотипы, вы можете легко экспериментировать и пробовать применять на себя что-то новое. Очень часто также слышу вопрос, вот в одежде, чтобы быть стильной, мы должны применять только один стиль. То есть не смешивать и не сочетать в одном комплекте разные стилевые направления. Это тоже странно звучит, потому что чем интереснее вы хотите выглядеть, тем больше смешения вы должны сделать в одном комплекте. Например, вы берете юбку-пачку в довольно романтичном стиле и надеваете ее с кедами и кожаной курткой. Это все из разных стилей, но вместе это смотрится очень лаконично, очень женственно и привлекательно. Экспериментируйте. Дальше очень часто слышу вопрос, белое полнит, черное худит. На самом деле, в какой-то степени это так, но не упирайтесь в эти два понятия. Любой тотал лук, будь он синий, будь он бордовый, зеленый, всегда будет вас стройнить. Более того, если на вас хорошо сидит одежда в белом цвете, она тоже может очень точенно сделать вашу фигуру. Это все опять же стереотипы. Нарядные вещи нужно носить только на мероприятия, на вечер, на праздники. Странно, мы покупаем какую-то нарядную юбку, предположим, в пайетку, и носим ее только на мероприятие или надеваем на какой-то день рождения. Потом она у нас висит, пылится, и мы ее не применяем. На самом деле, я очень люблю нарядные вещи, какие-то очень вечерние, носить днем. И делаю это очень просто и легко. Эффект нейтрализации, это когда вы берете одежду более спокойную и надеваете ее на что-то нарядное. Тоже юбку в пайетку вы надеваете не с какой-то стильной блузкой, нарядной или топом, а надеваете ее с обычным свитером трикотажным, объемным. И тогда ваш образ становится спокойным, красивым, нарядным. Это сейчас очень актуально и трендово. И в то же время не вычурным. Еще очень часто слышу такой вопрос. Вот, ткани есть сугубо вечерние, ткани есть дневные, странно. То есть, когда я предлагаю своей клиентке или на занятиях примерить, например, бархатный жакет, то мне говорят, ой, нет, это же вечерняя ткань, нет, как можно? Это тоже стереотип, давно уже смылись и стерлись рамки. На самом деле, вы можете бархат носить в любое время суток, в зависимости от того, как вы его будете носить. Тот же, например, жакет бархатный, вы можете накинуть на обычную футболку, надеть джинсы, сделать легкий макияж и пойти днем в нем. И в то же время вечером вы можете его обыграть с более интересным нарядным платьем, сделать более вечерний макияж, надеть каблук, и тогда ваш тот же жакет бархатной ткани будет более вечерним. Это то же самое касается кружева. Есть кружево разные, есть более нарядное вечернее, есть дневное, более того, когда вы покупаете, например, кружевное платье светлого оттенка, плотное кружево, вы можете его также с косухой черной и с какими-то ботинками или балетками, или кедами обыграть, пойти днем в этом платье, а вечером надеть туфли и быть уже более, скажем, праздничного образа. Самое главное, стирать границы, выходить из зоны комфорта, экспериментировать, не бояться примерять новые какие-то фасоны. Самое важное, когда вы идете в магазин, берите платье тех фасонов, которые вы никогда не надевали, берите одежду тех фасонов и цветов, которые вы никогда не надевали. В примерочной вас никто не видит. Лишний раз посмотрите на себя, найдите себе новые комплекты, посмотрите на себя с третьей стороны более объективно. Это будет сложно, но это будет очень интересно, увлекательно и поможет вам развить вкус. Это самое главное в стилистике. Я желаю вам удачи в экспериментах, будьте сильными, пока!